и всем снова доброго времени суток с вами трамп тарарам тюбитейкин вещаем из нью-джерси из подвала данное видео хотя подустал конечно уже но все-таки хочу посвятить теме развода именно общению с родственниками бывшие супруги вот а посвящается она тесте есть такая поговорка уже не помню как она точно звучит есть что-то тесте у которого что-то типа есть что поесть и взять с которого нечего взять но у меня было в принципе совершенно диаметрально взять и забрали все что можно с тесте конечно нечего было взять вообще никак и я не знаю как она звучит вот но кто знает напишите в комментариях пока чайку попьем ну так вот конечно там была семья да там мы женились вот вроде как все адекватное общение с тестем было нормально он помогал как мог в москве занимается холодильным бизнесом там обслуживают магазины все эти холодильные установки ну и на дачу мне тоже как-то помог построил бытовку вот быстро из холодильника там да классно думаю отлично тесть там помогает вот ну когда квартиру купили он тоже там кухню помог сделал там еще что-то такое ну помогал как мог тоже неплохо вот но по факту я так понимаю что он был рад что сбагрил свою дочь избавился от очередного главника она походу следила за его супругой там и выносила мозг это был таким спасением вот потому что шпионские так как как бы сказать наклонностью бывшие супруги они обнаружились со временем вот следить в том числе за своим мужем это этому я уже посвящу отдельное видео вот как меня слышно как не видно вот но все-таки дошло время сейчас я найду свою подсказочку потому все уже реально устаю вот и в принципе все было хорошо в москве пока мы жили мы уехали когда штат он даже помог нам с транспортировкой нашего скарба и вот я помню картину когда мы уже все сели в одинцово в машине едем он идет по тротуару я вот это помню я вот так смотрю мне как-то это в глаза запала еду и он идет шляпе рубашечки и просто вот плачет вот так вот слезы убирает не знаю почему но все-таки он плакал когда мы уехали москву учет мне это в сердце запал хороший мужик принципе по большому счету но как бы есть и адекватные стороны у каждого человека и неадекватные как оказалось процессе неадеквата гораздо больше вот и почему я все это говорю когда у нас часа развод да но в этой это ладно этому ищу я щас опущу этот момент вот таким как бы относительно печальным звонком я не знаю первым звонком до в сторону его неадекватности началась такая ситуация ну стала такая ситуация что когда мы переехали штаты понимаете что это ну это очень сложно ты один с двумя детьми и супругой по факту супруга она она работала и не работала ее работы было достаточно только ради того чтобы покрывать то есть частично не тисе частично я уже не помню то есть она работала ради того чтобы дети ходили в детский садик и там руководство как-то она покрывала или я доплачивал я уже не помню как было ну короче она работала нянечка в детском саду и частично покрывала то что расходы по оплате детского сада вот по факту ну дохода не было ну ладно слава богу что но и так вот в какой-то момент мы пошли в парке я не помню еще куда-то или в зоопарк в зоопарк там где живут животные вот и в этот момент я не помню как это получилось начать взбесился от того что бывшая супруга говорит вот там мой папа построить дачу он уходит в лес было бы неплохо ему зеркалочку прикупить зеркальную камеру и тогда все было популярным конечно в те это может быть год 2017 был вот и такой просто в каком-то не знаю меня почему-то эта ситуация сильно заделал блин какого фига я тут по факту один работаю пытаюсь что-то сделать и покупать моцу зеркальную камеру я не понимаю денег нету я не помню что я уже звоню ему говорю юрий николаевич вы понимаете что я тут один там да по факту работаю ваша дочь не работает да и вы просите купить камеру там давно вы сами поймите как тяжело чистом поле начинать новую жизнь женой детьми вы нам не помогаете никак ну и по слово за слово у меня с ним начинается просто конфликтная ситуация процессе чего как я уже я вот это помню реально как он начинает меня обзывать щенком молокососом у тебя в губ молоко на губах не обсохло в одну ну реально вот просто неадекватность какая-то так как хочешь сказать ты дорогой мой друг офигел что ли я твою дочь взял до без приданого без ничего там до содержу ее там оплачиваю ну том числе помогаю машины покупаю там да не знаю ну вот по факту и кормлю более того еще твой бывшую супругу кармин из которой ты развелся да она приезжает нам домой вот так меня обзывать вот просто ни за что вот реально неадекват да там просто неадекват ну как бы начинает меня оскорблять по полной программе и как бы как бы разговор закончился ни о чем подхожу бывшей супруге и она такая говорит ну я рассказываю всю эту ситуацию учу за фигня вообще происходит с отцом и тут она мне выкатывает следующий такой найти удар ниже пояса знаешь говорит если тебя не устраивает мой отец мы можем развестись я такой да ну разведемся мы чуть попозже что пока поживем вот то что понимать дети маленькие куда и куда разводиться вы чего блин там одному там только второй год пошел другому сколько там около пяти лет ну блин как так вот тебе супруга говорит если тебя чем-то не устраивает мой отец мы можем развестись это вот вообще о чем ты думал когда мы вообще женились да вот тебе просто надо было выйти замуж ради галочки ради того чтобы показать что ты состоялась как человек да если ты своему супругу говоришь при переезде в сша в такую такую дрянь просто нечесть какую-то вот хрень такую говорить тебя по факту вытащили из не знаю откуда там до из россии да там ну относительно спокойную страну все сейчас знают что происходит между россией украины она это ну по факту безопасное место где можно жить работать зарабатывать нормальные деньги услышать вот такую неблагодарность в адрес это просто свинство вот ну и дальше мы живем как бы более-менее я там бизнесом занимаюсь бывшая супруга по факту не работает просто страдает херней у слов у меня других нет как и как все это назвать там часто общается со своей мамой там по несколько часов в день вот и я начинаю бизнес да мы а до того как я еще начал бизнес и у меня было пару поездок в россию приехал ну и тесть позвал мне нам там на дачу к себе вот там попарились бани он извинился за то что он так сказал там да то как бы дали по 5 как бы все нормально без обид вот ну и дальше живем я организовываю бизнес бизнес бизнесом это уже там и девятнадцатый год и двадцатый как бы все более-менее ну и как я сказал двадцать втором году и развелся я уже в россию и он не звонит да и он мне звонит и говорит приедь пообщаемся ну как бы я уже приехал же сказал что бывшей супруге что я не буду с ним жить на тот момент украла все деньги семейного счета если уж бывшая супруга не любит что я говорю что она украла семейные деньги я могу сказать что она их перевела но по факту это было воровство до воровство оставить супруга да ну даже бывшего супруга без денег вот я честно оставил все деньги на семейном счете когда мне надо было ехать вот ну так говорит давай встретимся пообщаемся на эту тему хорошо давайте встретимся на тему общения и тут мы встречаемся в одинцово там есть рынок о подворье такое да и там есть на втором этаже кафешка узбекская мы сидим в кафе более того моя мама хотела приехать туда я конечно не понимаю зачем она хотела приехать вот хочешь приезжай конечно вот он наотрез отказался общаться с моей мамой хотя бы неплохо дал выслушать точку зрения обоих родителей как бы ну в процессе развода ну и как бы мы рассказываем начинаем садимся за стол и разговаривать он ничего паша нет любви да так сказать хотел сказать юренька . к любовь уже блин я живу с вашей дочерью там насколько уже лет я просто устал так жить более того началась такая дича которая буду говорить позже просто им не мое мужское достоинство не позволило до все это выдерживать я уже пускал плюнул на все дети более-менее взрослые просто понятно что детей жалко да но есть такой момент когда ты выбираешь либо ты либо 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 все остальные я уже все я не мог это терпеть когда я не могу я не хочу с вашей дочерью жить мне все это надоело такой ладно деньги которые она типа там забрала она тебе вернет я уже сразу в это не поверил и где точно в это не верил но другой был прикол в том что мы еще живя вместе да мы живем вместе вот насколько надо быть конченным даже не знаю как надо просто конченым это мягко говоря когда жили вместе у нее я отправил ее в москву чтобы она ну как бы мне действительно я устал от к вида от того что я работал прилично мне действительно хотелось немножко отдохнуть и побыть одному какое-то время и я еду давай езжай москву я платил конечно соответственно билет дорогу туда обратно ей да там и моя мама дала и машину соответственно чтобы она ездила там по своим делам с детьми вот и в этот момент у меня свалился очень большой заказ который мне надо было выполнить еще в сша вот а к чему это говорю сейчас не понимаю даже мысль куда-то опять убежала и я не могу понять вот стресняк меня конечно бьет вот а вот к чему потому что бывшая супруга уехала и у меня мысли по поводу покупки дома да я понял что мне денег не хватает и я говорю слушай поговорить со своими родственниками займи у них каких-нибудь денег там не знаю там у одного другого хотя бы тысяч по 10 долларов еще тогда курс доллара был более-менее адекватный вот он в районе там 65 65 70 где-то был вот займи хотя бы ну чтобы нам на ипотеку да там на все это остальное конечно заняла там у отца но отец так хитро поступил типа вот вы не у меня занимаете а у моего сына типа на там и она приводит эти 10000 конечно кладу на сэвинг аккаунт да эти деньги на сберегательный счет и они там лежат и соответственно эти же деньги которые лежали на сберегательном счете бывшая супруга ворует и мне тесть начинает претензии говорит ну слушай вот у меня занял типа деньги у моего сына да там десять тысяч долларов будь добра вернуть его слышь дорогой а ты не офигел мягко говоря не офигел твоя супруга твоя дочь же украла эти деньги ты просишь чтобы я их вернул совесть вообще где и там было несколько раз когда я приезжал даем г это когда ты вернешь деньги и бывшая супруга мне говорила когда мы еще жили в одном в одной квартире когда ты вернешь деньги вот и не офигела вот эти деньги украла ты их может это вот украденные деньги ты можешь вернуть своему отцу пожалуйста я разрешаю всех денег которые это украла вернуть 10000 долларов своего отцу ну блин это просто свинство с украденных же денег еще требует чтобы я дополнительно вернул им им же деньги настолько люди имели пройдошный склад ума да вот и думаю что они вот прям максимально умнее всех остальных если уж быть максимально умным то надо было деньги воровать после того как я вернул бы док я действительно ехал москву смысле отдать честно долг бывшему те сюда как эти 10 тысяч долларов которые там я занял потому что мы жить не будем я действительно хотел их отдать в тот момент знаете вот как это как кощей на зла там чахнет вот я уехал у меня доступа ну я не могу быстро в банк обратиться чтобы мне эти деньги вернули а что она делает она открывает свой счет с доступом к общему семейному счету а я не вижу этого счета у нее доступ она просто делать внутренний перевоз одного счета на другой и переводится деньги себе на счет вот мне чтобы подождать чуть-чуть пока я приеду в москву спокойно отдам тестью эти 10 тысяч долларов которые в принципе я хотел вернуть нет она прям в ей в этот же день надо было срочно все эти деньги себе перевести все конечно переводит ей я как бы нести не собираюсь отдавать этот долг может по факту эти деньги у нее все отдавай сама своему отцу тем более ты у него брала никаких письменных договоренностей как таковых у меня не было что я беру какие-то деньги еще что такое ну вот ты ты забрала ты отдавай все очень просто ладно вот мы встречаемся в кафе мы сидим общаемся да там такой ничего любви нету там какая любовь действительно откуда она может быть и тут он выкатывает такую вещь от которой в шоке он ведь знаешь паша плохо ты умеешь изменять вот я у себя на даче могу затусить с четырьмя и моя супруга об этом ничего не узнает я такой в шоке вообще сижу думаю блин это вообще-то изменять не собирался да но у меня так получилось что я из этих отношений из одних бежал в другие потому что мне настолько надоело моя жизнь вот это да и настолько не мог уже жизнь бывшей супругой я бежал действительно в другие отношения у меня так получилось но преднамеренно живя в браке с бывшей супругой я и не изменял что могли быть какие-то грехи и пригрешения но все-таки там как таковых измен не было вот и я не считаю что я там был каким-то изменщиком вот ну вот так вот прямо сказать своему тесте ну как бы своему взять сюда о том что вот я такой крутой а так классно это чисто какие-то дешевые понты в том плане что я такой там типа лабилас я не знаю такой как это короче ладно свои 65 плюс конечно я рад забывшего тестя что он там может затусить четырьмя у себя на даче красавчик ничего не скажешь остается только порадоваться за него но вот настолько неадекватным быть чтобы вот такими вещами хвастаться да уж ну и более того еще один момент такой ведь бывшая супруга она тоже ну по факту из неполноценной семьи когда ее же отец вот тесть до быв уж он ушел от них он ушел от такой же неадекватной мамше как который оказалось моя бывшая супруга он просто не смог там жить и в какой-то момент до его мать так получилось его мать нас моей мамой общая общалась ну так почему что они на свадьбе общались не на нашей свадьбе а на свадьбе ее брата общались она и говорит ну вот настолько он стал с ними жить что в какой-то момент нам подошел и говорит родители простите извинитесь и извините если у меня не принятие мой развод я просто повешусь да там что-то вот что-то типа такое он сказал я уже устал снижать я больше не могу снижать он конечно бежал также как я из этих отношений чтобы нормально пообщаться до сказать я тебя понимаю там по-мужски давай решим этот момент там еще что-то такое нет там куча неадеквата была просто куча неадеквата вот ну и один из последних моментов тоже интересный это когда я приехал в москву это был был декабрь прошлого года уже почти конец декабря я решил отметить новый год со своими родственниками вот не очень хотелось его провести и просто устал быть один и я пошел на судебное заседание в одинцовский суд по факту тому что о прекращении права собственности квартиры я не знаю там или по выписывание меня из квартир мне было интересно кто будет там какой адвокат придет еще что-то просто посмотреть этим людям глаза насколько но мягко говоря не сел блюду по-ублюдски ведут просто как ублюдки мне слов других нет да вот 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 себя вот так вести вымыть моих родителей на улицу я все понимаю что по закону да не все имеют право делать выписать меня там из моей же квартиры но по факту как назовем который у меня же нет собственность да здесь закон есть все но еще какие-то нормальные человеческие отношения которых в принципе никогда не было да я за я захожу в этот суд сижу пораньше пришел такой жду кто придет и заходит то как вы думаете кто бывший тесть такой мимо меня проходит не видит мне кажется он делает вид но он заходит как как робот какой-то зашел и не видит и садится где-то там подальше сел такой и потом садится я сижу спокойно у меня увидел а он подошел подошел прочитал судебное заседание опять сел как будто узнаете как будто у него такого однобокое видение или мышление не знаю как он просто видит формате того что он видит в конце концов он меня видит и подходит ко мне такой паша здравствуй тянет мне руку юрий николаевич мне с вами вообще здоровался не о чем да и тут у него куча обиды что я ему руку не подал я ему руку не пожал он начинает а ты не мужик а ты не мужик ты тряпка там ты баба вот так и хотелось ему тогда сказать знаешь что я действительно не мужик я мужчина я оставил твою мягко говоря конченую дочь с большими деньгами хотя мог сам это все все перевести оставить да я оплатил я ортодонтическое дорогое лечение да я и купил взял машину в лизинг volkswagen tiguan на котором она ездит я после этого мужик после того как она украла все деньги с семейного счета я нашел возможность оплачивать квартиру в которой она же живет да это вообще как вот не знаю что записывается видео нет вот этот момент да когда это вообще как когда человек украл все деньги семейного счета а просто вот по факту ну поставь меня перед фактом плати ты не мужик ты баба вы такую бабу найдите где-нибудь которая будет вас так тянуть особенно твою дочь сколько-то лет уже да там все 12 лет как мы жили вместе я по факту тяну я по факту она не работала да я содержал один семью тем благодарность но она особо ты не нужна была мне вот еще один момент типа а мы тебя будем судить за что у меня еще судить хотите а у тебя налоги не уплачены да дело мне не уплачено вот и там то там то налоги не уплатил мы тебя будем судить вы знаете что у меня налоги везде уплачено мне по факту двойное налогообложение я плачу налоги и в одной стране и в другой стране где у бизнес. И мне бывший тесть угрожает судами, что я не оплачиваю налоги. Вот мне интересно, у него все ли налоги уплачены? Вот этот момент вы посмотрите, насколько он честно ведет свое налогообложение. Я, как честный бизнесмен, плачу везде налоги. В Соединенных Штатах плачу налоги и плачу налоги других стран, в которых веду бизнес. Да, то, что бывшая супруга повела себя относительно нечестно в плане налогов, хотя на тот момент, когда мы жили, она подала отдельную налоговую декларацию, хотя раньше мы все время вместе подавали, указала детей своих, как иждивенцами, чтобы получить больше налогового вычета. Вот что она сделала. Мы не совсем корректно закрыли мою налоговую декларацию, в результате которой я должен был американскому государству заплатить. С учетом того, что у меня украли сумму больше ста тысяч долларов. Да, я еще американскому же государству заплатил налогов больше двадцати тысяч долларов. Это вообще пипец. Я в тот год столько, вообще такие у меня финансовые потери были. Это просто мама не горю. Вот никому не рекомендую связываться с такой публикой, с которой я связался. Ну, это вот просто один из моментов, да, вот, которые мне пришлось пережить в процессе развода и всего остального. Дальше будет еще интересней. Вот, но все-таки адекватных людей мало на этом свете. Вот мне, чтобы, вот, даже если бы у меня, наверное, такая ситуация была, где, ну, там, моя дочь разводится, да, или еще что такое, я бы все-таки по-другому себя повел. Это, честно, я бы не стал прям вот настолько реально защищать все, что она делает, там, да, я бы, ну, я бы, наверное, действительно по-другому себя повел, как-то по-другому попытался бы решить эту ситуацию. Ну, здесь Бог каждому судья, да, и не суди, да не суди будешь. Хорошая поговорка. Ей, наверное, я закончу это видео, потому что я уже устал, пойду отдыхать. Время уже много. Все самое интересное только впереди. С вами был Павел. До новых встреч. Пока-пока.